Музыка Здравствуйте! Это программа «Познаем истину» и я ее ведущий Али Харламов. Я вновь приглашаю вас, уважаемые друзья, открыть вместе с нами Священное Писание. Мы говорим о семейных отношениях и тема нашей встречи сегодня – обращение сердец в последнее время. Очень интересная тема, и мы постараемся понять, что Библия говорит по этому вопросу. Почему так важно сегодня обращение сердец друг к другу? Об этом мы будем говорить вместе с гостями нашей студии. Я их представлю. Сегодня у нас в гостях Светлана Масюк, Швея, пастор церкви Тарас Масюк, и также пастор церкви Павел Либеранский. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте мы прочитаем, как всегда, в начале такой основной текст наших размышлений – книга пророка Малахии, 4 глава, 5-6 текст. Пожалуйста. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Спасибо, Светлана. Скажите, пожалуйста, вот почему люди не могут быть полностью здоровы и счастливы, если они не трудятся ради той цели, для которых их создал Господь? Вообще, с какой целью Бог творил человек? Для счастья. Для радости. Служения Богу, Творцу, поклонения. Почему люди не могут быть полностью, то, что вы сказали, счастливы и здоровы, если они, наверное, вот действительно не трудятся ради той цели, которых сотворил и Господь? Потому что у Бога были свои определенные планы. Мы читаем, когда читаем Священное Писание, мы видим, чего Бог ожидал от человека. Поэтому возникает вопрос, почему мы не всегда счастливы и здоровы? Нас можно сравнить людей с источником воды. Источник только тогда будет здоров и полезен, когда он отдаёт. Отдаёт он, служит людям, он утоляет жажду. Точно так же и люди. Если мы служим Богу друг другу, если мы дарим счастье, надежду, прощаем, любим, каемся, встаём, побеждаем, мы выполняем… То есть всё это зависит от определённого настроя, состояния, наверное, нашего разума, и понимания, кто мы, для чего Бог нам дал жизнь, куда мы движемся, предназначение. А почему так важно, чтобы помыслы были чисты, а всё остальное приложится к этому? У человека всё начинается с мысли, потому что осознание себя происходит в сердце, в разуме. И поэтому, если помыслы нечисты, то за помыслами происходят определённые действия, потом вырабатываются привычки, и так проходит жизнь. То есть ты зависима от тех мыслей, которые сегодня есть в тебе, о чём ты думаешь, это тебя влечёт. Это может коренным образом полностью изменить твою жизнь, твои мысли помыслы. Мысли – это есть то семя, которое мы сеем, и каждое семя даёт свой плод. А почему самое трудное – это быть верным самому себе? Себя нельзя обмануть. С самим собой, наверное, труднее всего быть честным. Ты сам к себе привыкаешь, ты себя оцениваешь. Да, верности, посвящённости, честности. А вот с самим собой нам очень трудно даже бороться. И мы употребляем это слово, иногда мы боремся с самим собой. Вот быть верным самому себе – это почему-то очень сложно для многих из нас. Почему? Хотя мы вроде бы знаем себя лучше, чем других людей. Мы можем быть, наверное, преданным себе, мы можем любить себя. Но вот поступить честно и открыть себя, наверное, это сложнее всё-таки. Тогда, когда нужно признать, может, свою неправоту, свои ошибки, какие-то, может быть, особенности, которые, в общем-то, ранят кого-то, не нравятся, кому-то оскорбляют. Вот тогда нам сложно сказать, что я вот такой, потому что я знаю себя другим. Ну, нужно, во-первых, наверное, всё-таки знать самого себя для того, чтобы оставаться верным самому себе. А где вот то зеркало, в которое нам необходимо посмотреть для того, чтобы увидеть себя в нём и умыться? На основном наше зеркало – это слово. Вот мы говорим о нашей жизни, мы понимаем, что мы где-то запачкались. Человек внутренне это чувствует. Когда мы говорим о грехе, когда мы говорим о плохом поступке, человек чувствует, он понимает, вот так уже мы сотворены Богом, созданы Богом, что мы чувствуем, мы понимаем, что делаем какие-то неправильные вещи. Но вроде бы вот без зеркала не видно, что ты запачкался. Вот где то зеркало, что можно назвать этим зеркалом, куда тебе необходимо посмотреть, увидеть себя и действительно умыться? Наверное, Бог так человека сотворил, как вы сказали, что Он чувствует, понимает. У Него есть совесть, я скажу так. И совесть… То есть совесть – это то зеркало, в которое необходимо тебя смотреть. По крайней мере, это вот тот датчик, который напоминает нам, хорошо или плохо. И сразу же Бог нас направляет к чему-то доброму, чтобы укрепить нашу немощь, если мы были слабы, усилить то добро, которое у нас есть. Он направляет нас к Слову Своему, к добрым людям, к какому-то, может быть, переосмыслению в духовных вещах и так далее. То есть Слово Божие, мы можем однозначно говорить, это то зеркало, которое очень реально помогает тебе в плане твоей чистоты или наоборот. Я бы сказал, не только зеркало, это как инструкция. То есть если у нас есть какая-то вещь, мы не знаем, для чего она используется, мы открываем инструкцию и читаем. И можем даже удивиться, что даже мы не ожидали, что эту вещь можно использовать для таких или для других целей. Поэтому с человеком то же самое. Если Слово Божие воспринимать, что это инструкция, как создавался человек, как за ним ухаживать и как сделать так, чтобы этот человек не сломался, а долго мог жить и приносить пользу, то в этой инструкции мы можем увидеть, что не так, что нужно очистить, а что является природным, его нельзя трогать. И таким образом можем вернуться к тому образу, который должен быть. Это как картина, которая со временем есть пыль, есть наслоение, и реставратор для того, чтобы вернуть предыдущий образ, он должен знать, что там было. Здесь возникает вопрос, почему покаяние является таким тягостным и страшным для грешного человека? Так, понимаем, мне нужно меняться. Я понимаю, что я нехорошо веду себя в семье по отношению к детям, к супруге. Это, наверное, момент присущ каждому человеку, когда всё равно ты понимаешь, что ты поступаешь неправильно. Но почему покаяние такое тягостное и даже страшное для грешника? Покаяние подразумевает изменение жизни. Человеку нравится поступать так, как он поступает, но не нравится получать тот результат, который он может получить вследствие своих действий. Поэтому несостыковка получается. Нам всем свойственно делиться своими победами, успехами, удачами. Покаяние – это когда человек разворачивается в другую сторону, поворачивает своё сердце к Богу и говорит о своих неудачах, о своих проблемах, о своих ошибках. А покаяние – это подвиг вообще? Ну вот если мы говорим тогда, что как тяжело всё это даётся. И покаяние, люди считают, что покаяние – это что-то неестественное, хотя это естественный принцип жизни – покаяние. Раньше, в библейские времена, это был естественный процесс, когда человек ошибался, и заповеди об этом говорят. Они спать не ложились, пока они не признавались друг перед другом в ошибках. А сегодня считают, что если я два раза в год покаялся, где-то в церкви, это большой подвиг. Да, с одной стороны, это подвиг – признать себя неправым, попросить прощения. Это действительно подвиг. Это не просто так даётся человеку любому. Мы иногда думаем, что вообще как бы восстановить разрушенное – для человека, христианина, это очень легко даётся. Но на самом деле это точно так же сложно, как и для того, который не верует в Господа. От чего рождается в сердце вот это сожаление о грехе? Вот почему вдруг оно что, вдруг что-то тебя там коснулось, ты почувствовал боль, ты почувствовал недомогание? Что чувствует человек, что вдруг у него в сердце рождается сожаление о грехе? Иногда от последствий человек может от своих, от результата соделанного уже сожалеть. То есть от, ну, образно говоря, наказания может быть, да, если проще, от наказания тогда появляется. Но Бог же не хочет, чтобы мы каялись и признавали, как бы, да, свою настоящую жизнь путём вот порки человека. Потому что для нас очень важно, когда мы говорим о наших детях, если мы ожидаем от них вот этого изменения жизни, вопрос не в том, чтобы их наказать. У них должно появиться вот это сожаление, что он совершил такой поступок. И почему наши дети меняются или сами подходят и говорят, мама или папа, прости, потому что они любят. Здесь мы говорим, может быть, речь идёт как раз о вере. Всё-таки вера, она присуща каждому человеку. И ты начинаешь понимать, ну, нехорошо так поступать. Человек рождён с таким ощущением понимания, что хорошо, а что плохо. Бог так сотворил всех нас. Просто мы глушим это в своей жизни. Именно вера приводит к покаянию, к изменению в жизни. Вера — это дар. Бог даёт тебе, когда ты смиряешься, когда ты ищешь перемен, когда ты не согласен с тем, как ты живёшь сейчас. А когда ты грешишь, Бог страдает. Почему Он страдает? Он видит, как мы страдаем, Он видит, куда это приведёт нас. И покаяние — это не унижение личности, которая плачет, признаётся. Это, наоборот, восторг, который приходит, когда человек освобождается. Он отдаёт этот груз Богу, он признаётся в своих ошибках и говорит, дай мне силы жить по-другому. А страх Божий. Вот интересно, что мы иногда каемся, потому что страшно. Вообще люди каются, да, если мы упоминаем и детей, и даже взрослых людей, мы говорим там прости, не потому что хочется действительно признать своё неправото, а просто боимся, что нас за это накажут. Страх Божий имеет место в покаянии? Ну, опять-таки, под страхом Божиим мы можем... Что мы понимаем, да? Да, от того, что мы понимаем под этим словом, будет и реакция. Потому что если человек боится просто наказания, то и изменение будет только внешним, и покаяние будет показным. А если человек глубже понимает это слово, и страх Божий для него, это уважение Бога, это боязнь сделать что-то неприятное тому близкому тебе, человеку, Бог это, если это является для тебя, Бог является этим существом, которое ты его чувствуешь, и ты его огорчаешь. После благоговения, да, мы не говорим о животном страхе, просто боясь перед Богом, как строгом судья, понимание того, а кто он. Он для меня не строгий судья, он для меня отец. Мы каждый раз молимся, это молитвы очень нашим. И тогда, когда ты понимаешь, что какой-то твой поступок делает больно близкому человеку, то вот это совершенно другое сознание. И тогда тебе неприятно от своей природы, тебе неприятно от твоего поступка, потому что то, что приятно было тебе, сделало неприятно кому-то другому. Хорошо, Тарас, но почему при всём этом, то, что вы сейчас сказали, у многих тех, которые хотят удалиться от зла, не получается этого сделать? Своими силами сложно бывает это сделать. Хочу это сделать, но я не знаю, как... Вот я отдельно взятый человек, живу в семье или вне семьи. Я понимаю, что мне не нравится то, что я делаю. Я хочу удалиться от всего этого, но не получается. Почему? Как сказала уже Светлана... Оно меня притягивает всё равно. Как до тех пор... А если ты с Богом, вы говорите, если я живу один, хорошо, а если я живу с Богом, у меня есть привязанность ко злу? Она напрочь исчезла, и я при этом всё равно, я пытаюсь удалиться от зла, но не всегда получается. У каждого из нас в процессе жизни появляется то, что нам нравится, и то, что нам не нравится. И то, что приносит нам удовольствие. И чем мы ближе к Богу, тем меняются наши привычки, меняются наши удовольствия, и меняется образ нашего мышления. Поэтому сложно человеку, когда он пытается быть и угодить Богу, и ещё получить какое-то наслаждение без Бога. То есть в данный момент, когда мне плохо, я якобы хочу, чтобы эта ситуация меня оставила. Но наступает второй день, и уже где-то полегчалось, ситуация решилась, и для меня уже то, что было вчера, уже не становится таким страшным, и в принципе я уже не прошу Бога, чтобы он меня освободил от этого зла. То есть обошлось, и движемся дальше. Вот эта проблема, что иногда мотивацией к покаянию, поиском Бога, перемене жизни, становится какая-то болезнь, вдруг внезапно обнаруженная, какая-то авария, какие-то проблемы, может быть, другие, межличностные. Но Иисус Христос говорит, сегодня, когда вы услышите Мой голос, не ожесточите вашего сердца. То есть Бог даст силу, Он гарантировал, что Он даст нам победу. Процесс борьбы, это процесс всей жизни, но Бог всегда будет обеспечивать нас своей силой, если мы будем просить Его изменять наши ценности, привычки. Он будет прививать нам. Мы боремся с грехом, мы греховны. Он будет прививать нам те качества, которые нам крайне необходимы для новых побед над тем, что нас так удерживает, гложет и от чего мы страдаем. А как вы думаете, с раскаянием можно опоздать? Вот как вы думаете, Светлана? Люди чувствуют, что нужно раскаяться, но я успею, я сделаю еще это. Завтра. Можно завтра. Да. Ну еще завтра будет день. Вы знаете, очень тяжело дается признание своей какой-то ошибки. Вот как вы думаете, можно опоздать со своим раскаянием перед Богом? Наверное. Перед Богом? Да. Вот я еще успею завтра раскаяться. Бог всегда ждет. Ну конечно, чем раньше мы придем... Могу ли я опоздать? Могу. А что может произойти? Почему я могу опоздать? Дело в том, что если мы ожидаем, что у нас еще много времени, то откладывая всегда что-то на потом, как правило, такие люди опаздывают. И могу сказать из своего опыта с теми людьми, с кем-то приходится общаться, что человек, который вызывает к Богу и хочет получить раскаяние уже сегодня, когда ему противно то, как он живет, противно результат от его поступков, то такой человек, он не опоздает с покаянием, потому что он в процессе. Самое опасное состояние, когда я думаю, я сегодня еще получу удовольствие, а завтра я начну раскаивать. То есть вот это то состояние, когда... Завтра оно все одолеется, одолеется от тебя, жизнь очень краткая. Когда наступает завтра, жизнь может оборваться. Человек говорит, для него это уже сегодня. И завтра каждый день это отодвигается на один день. Есть такое выражение, у дьявола есть семь завтра, а у Бога есть один день, это сегодня. Сегодня, когда вы слышите, сегодня Господь меня призывает и всех сегодня, придите к Нему, попросите у Него силы, покайтесь, измените, и вы будете счастливы, вам будет легче. Обратите свое сердце, разверните свое сердце друг к другу. То есть Господь говорит о том, чтобы вот это обращение произошло сегодня, потому что... Сегодня. Ну, зачем тебе болеть и страдать? Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, оно много пишет об этом, Господь говорит, я не хочу вашей смерти, я не хочу вас бить, я не хочу этого делать, вы просто поражены этим, я хочу, чтобы вы освободились от всего этого. Давайте мы прочитаем третью книгу Царств, когда мы говорим об обращении сердец. 18 глава, 37 текст, пожалуйста. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. Вы помните эту главу, которая рассказывает о том, что произошло на горе Кормил, да, что как Илья соперничал, если можно так назвать, с пророками, когда он сделал вызов, или они ему сделали вызов, когда они начали молиться. И здесь мы видим, как Илья, пророк, обращается к народу и говорит о том, Господь, вернее, обращается через этого человека, но сколько вам еще хромать на оба колена, вам пора иметь правильное отношение с Богом. И здесь показана сила Бога, вы помните эту ситуацию, о жертве, да, когда пророки кололи себя. И потом вот эти мы слова читаем, возникает вопрос, как быстро и легко мы можем уйти от Бога, перестать отличать святой и от мерзкого. Перестаньте, просит пророк, не делайте, остановитесь, посмотрите, какой сильный Бог, как Он решает все эти вопросы. Почему так быстро и легко человек уходит от Бога и перестает различать, а что же все-таки святое, то, что называет Бог святостью и мерзостью нечистым? Мы перестаем доверять Богу, и в Библии таких примеров множество. Семьминутное решение человек принимает и делает не то, что говорил только что, что будет делать. Под, может быть, давлением страха, под давлением каких-то обстоятельств человек вдруг меняет свое решение и разворачивается. Разворачивается совсем в другую сторону. В сторону и спиной к Богу поворачивается, и, конечно, идет в совсем другую сторону. Это не сторона жизни. И это происходило раньше, это происходит и сегодня. Как важно держаться за Господа, как важно сердцем. Вот пророк говорит, обратите сердце, не обратите свою внешность, не обратите свое поведение, сердцем прочувствуйте, как вам нужно развернуться в сторону Бога. А что, у нас такая короткая память, что мы не помним того, что происходило вчера или позавчера. То есть эти люди чувствовали на себе эти удары, которым разрешал Бог исполниться в их жизни, когда они отходили от Него. В вере надо упражняться. В вере нужно упражняться. Вера — это труд, это дар от Бога. Но в жизни, в вере нужно упражняться, чтобы оставаться Богу верным. Чтобы в трудный момент, чтобы когда внезапно от тебя постигает какое-то испытание, ты остался на стороне Бога. Чтобы у тебя была связь, чтобы ты помолился, чтобы ты попросил силы, чтобы ты опирался на Слово Божие, которое ты до этого впитывал, принимал и изучал. Это очень важно. Иначе нечего противопоставить. Как только Божью благодать, защиту Святого Духа и силу Слова Божия. Хорошо, друзья, мы сделаем небольшую паузу в нашей программе, потом продолжим как раз говорить об этих вещах, о том, как сегодня Господь призывает каждого из нас обратить свое сердце к Господу и, безусловно, друг к другу. Уважаемые друзья, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Это программа «Опознаем истину». Уважаемые друзья, спасибо, что вы с нами. Вы смотрите программу «Опознаем истину». Хочу сказать вам, что если у вас есть вопросы, которые волнуют вас, когда вы открываете Священное Писание, пожалуйста, напишите нам. Все контакты вы сейчас увидите на своих экранах, а мы продолжаем нашу беседу с гостями студии. Скажите, друзья, из-за чего происходит сбой веры? Вот вроде бы все хорошо, и потом какая-то неожиданность. Когда мы взгляд отводим от Христа, поглощаемся этой суетой нашими делами, тогда... То есть вот эта суета, она просто затягивает нас, и мы действительно теряем какую-то вот эту связь. Это очень показательно вообще во всех аспектах жизни, когда ты что-то перестаёшь практиковать, да, вот эти близкие отношения с Богом, и ты ослабеваешь, у тебя теряется ну, тот навык, наверное, да, вот если вы недолго и не ездите на автомобиле, и вы как-то заново уже садитесь, ведёте автомобиль. Или на велосипеде. На велосипеде. Теряем равновесие. Теряем равновесие. Действительно, это, наверное, очень серьёзная проблема, когда происходит сбой вообще в какой-то системе, то мы видим эту проблему, многие люди в панике, что произошло. Наверное, нам необходимо видеть, что и с верой происходят какие-то вот такие странные вещи. Вера от слышания, написано в Библии. А слышание от Слова Божия. Когда у нас гаснет свет в квартире, мы говорим, произошли сбои на электростанции. То есть электричество зависит от электростанции. Вера от Слова Божия, от Бога. Чаще общаться с Богом, чувствовать, слышать Его. А человеку под силу подняться самому, либо ему обязательно нужна помощь. Когда сбой веры произошёл, и мы наблюдаем, наверное, это происходит где-то и в нашей жизни, и, к сожалению, в жизни наших друзей, знакомых, которые вообще просто теряют веру в Бога, и они его не признают. Особенно, когда случается какая-то определенная трагедия, человек заболевает. Вот этот сбой, нарушение отношений человека с Богом происходит. Здесь нужна обязательно помощь человеку? Он сам не в состоянии подняться? Мне кажется, здесь больше всего человек нуждается в том, чтобы признать, что он самостоятельно не может подняться. И помощь, больше всего, чьей помощь он нуждается, это помощь Бога. Потому что пока человек думает, что он может самостоятельно решить эту проблему, тем глубже он падает. Потому что очень часто бывают в жизни такие ситуации, что чем больше мы двигаемся, чем больше мы что-то делаем, тем глубже мы проваливаемся. А помощь от Бога, она, естественно, может быть и через человека, она может быть через Слово Божие, она может быть через молитву напрямую, но здесь очень важно осознание, что ты нуждаешься в посторонних. Хорошо, вот вы говорили, что должно быть осознание то, что происходит с тобой. Дух Святой способен изменить сердце человека, наше сердце, без нашего согласия. Без согласия нашего вообще Бог никогда не действует, потому что... Хорошо, я вам тогда такой пример. Человек лежит в грязи, он не в состоянии подняться. Он должен сам это сделать или ему нужна все-таки помощь? Он должен... Человек упал, он не может подняться. И ты в этот момент ты должен спросить его, а хочешь ли ты подняться, либо действительно тебе нужно подбежать и помочь человеку подняться. у меня была похожая в жизни ситуация, когда я с другом шел и увидели человека, который лежал в грязи, ну, не было влажно, но он лежал... Кто-то на морозе может лежать. Он лежал, и мы такие молодые тогда были, я говорю, давай поможем человеку подняться, мы его подняли, посадили, и вот когда мы его посадили, он не владел ни языком, ни телом, ничем, но он поднял руку и сказал свободно, то есть мы выполнили все, то есть он не осознавал того состояния, где он находится. Ему нужна была помощь, он может не осознавать, он может говорить, не нужно меня поднимать, есть разные ситуации, но мы со стороны наблюдаем, что если он еще полежит на этом морозе час, он замерзнет, сам подняться не может, поэтому нам нужно, Дух Святой может вот любому человеку, который упал на вот этот снег греха, и он замерзает, ему нужна помощь, должно ли быть наше согласие, а я уже не могу дать это, я уже наполовину замерз. Мы можем иногда это сделать без помощи, без согласия этого человека, но без согласия этого человека мы не можем пойти дальше, мы можем его поднять, но если он не осознает, что ему нужна посторонняя помощь, он вернется оператно туда, точно так же, как свинья возвращается. Вы знаете, я может быть не соглашусь с вами, мы так привыкли думать, что это его место, мы так по жизни стали более жестокими людьми, мы видим, что человек упал, мы думаем, что он пьяный, и мы проходим мимо, а часто человеку просто стало плохо. Вообще, сердце становится более жестоким по отношению к другим людям, которые оказались в какой-то беде и сложности. И здесь самое главное, что ты должен поднять. Вот для нас всё-таки важен вопрос, Дух Святой может совершать эту работу? Он может действовать на наше сердце, чтобы мы перестали быть грешниками? Но я об этом в данный момент у него об этом у Бога не прошу. Когда я смотрю на человека, который валяется в грязи и понимаю, что с ним может произойти, что он потеряет жизнь, и тогда всё закончено, я, конечно же, побуждаю Духом Святым ему помочь. Ему помочь. И Дух Святой, когда человек спасён, фактически спасён, но жизнь ещё не изменена, и Дух Святой может изменять его, чтобы он ходил другими дорогами, не валялся в грязи. Дух Святой, естественно, всегда готов, если мы приоткрываем наше сердце, мы приоткрыли на 3 сантиметра форточку, столько мы получим и воздуха. Мы открыли полностью форточку, мы получим обилие свежего воздуха, точно так же с Духом Святым. Иисус стучит и готов послать нам Духа Святого, чтобы мы поднялись, жили, радовались и были счастливы. И как бы не было сложно для человека это признать, может быть, своё состояние, но люди принимают решение, когда слышат определённые слова. Вот давайте, какие слова говорил Христос «Крестите людям» это Иван Геон Матфея 3 глава 2 текст, Иван Геон Луки 3 глава 3, 8 и 9 текст. Давайте их прочитаем. Матфея 3 глава 2 текст. Он призвал «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Да, Иван Геон Луки 3 глава 3, 8 и 9 текст, и так же в контексте того, то, что мы сейчас прочитали. «Пусть плоды вашей жизни докажут искренность покаяния вашего, и не вздумайте говорить сами себе «Наш отец Авраам, скажу вам, что Бог может даже из камней этих сотворить детей Аврааму». Это новый перевод. Да, спасибо, очень замечательно сказано. Каким конкретным шагам в своей вести призывает, как Христос призывал «Покайтесь, и веруйте в Евангелие», так и «Анн». Каким конкретным? «Покаянию, и притом к искреннему покаянию, к изменению жизни, к плодам в нашей жизни, к тому, чтобы мы, как здесь написано, бежали от греха, чтобы мы повернулись к Богу». Что-то в твоей жизни должно расти, что-то новое, когда здесь упоминается плод. Давайте мы прочитаем 3 главу Иван Геон Матфея, 9, 8 текст. «Сотворите же достойный плод покаяния». Интересно так сказано, «Требовал ли Иоанн от людей большего, или Господь требует ли от людей большего, чем словесного покаяния?» То есть, когда мы говорим о покаянии, мы обычно подразумеваем, нужно что-то сказать, слова. Мы извиняемся перед человеком, мы извиняемся перед Богом, кто-то идет к священнику и говорит ему слова о раскаянии. Что Бог ожидает? Словесное раскаяние, либо чего-то еще? И должны ли быть слова, ну кроме слов, что еще должно быть? От избытка сердца, говорят, то есть, сначала должно быть наполнено сердце раскаянием. То есть, если сердце сожалеет, если сердце жаждет что-то, то слова это уже следствие того, чем наполнено наше сердце. То есть, не только слова должны быть поступки? Да. За словами должны быть действия. Поступки. Не просто, потому что мы люди привыкли, как бы самое главное, когда человек даже приходит к священнику, он сказал слова раскаяния, покаялся и как бы передал вину на перенес вину на другого человека. Пусть он уже, он священник по долгу своей службы, своего служения, он уже должен этот вопрос, мой вопрос решать с кем? С Богом. Пусть уже священник за меня решает этот вопрос покаяния. А здесь мы читаем о том, что именно человек должен совершить достойный плод покаяния. Что должен сделать человек? Какой плод должен он совершить в тебе? Потому что обращение конкретно к человеку. не к человеку, который должен обратиться к священнику, а конкретно к самому человеку, который сделал плохой поступок и согрешил. Компенсировать время, которое он потерял и может занимался плохими делами, просить у Бога силы творить дела милосердия, добра, любви. То есть жить для других. Это не надо делать искусственно. Дух Святой будет тебя побуждать, он будет беспокоить твою совесть, чтобы ты жил для Бога, для людей. Это измененная жизнь, это покаянная жизнь, это не слова, это дела, как плоды, которые ты приносишь Богу. Когда Бог ставит нам диагноз, ты грешен, каким методом лечения нам нужно прибегать? И грешник это неизлечимый вот такой диагноз, который ставит нам Господь? Это состояние, из которого чем быстрее мы осознаем в каком состоянии мы находимся, тем легче из него выйти. Потому что это как с любой болезнью. Вот тебе поставили диагноз, что тебе нужно делать после этого? Господь говорит, ты грешник, ты болен грехом. Когда я прихожу к врачу и мне ставят диагноз, то этот же врач выписывает рецепт. и если я его выполняю, то я исцеляюсь. Если же я, как в детстве дети, они таблетки в сторону, потому что они горькие, они их не принимают, то результата никакого не происходит. То же самое в духовной жизни, когда мы получаем диагноз грешника, то есть тот рецепт, который содержится в Слове Божьем, как выйти из этого состояния. Бог никогда не ставит определение и не говорит… И отсылай, да, и сам не решай этот вопрос. Если Он привел к тебе состоянию, сознанию, что ты грешник, то Он обязательно покажет и выход из этого состояния. То есть сразу описывает тебе определенное лекарство, к которым ты должен прибегнуть. вот здесь самое главное остается как бы ответ за тобой. Что ты будешь делать? Здесь в уроке есть такая интересная мысль. Бог всегда дает еще один шанс. Он говорит, ты будешь жить, но если будешь жить, вот потому, что я тебе говорю, я тебя истилю. И Бог, Он и диагностирует нас через свое слово, Он и выписывает нам рецепт, и Он же делает хирургическое умешательство. Он меняет наше сердце, Он может поменять сердце. Написано, что мы можем отдать Ему свое злое плотяное сердце, Он даст нам духовную жизнь, духовное счастье и вообще новый путь жизни. Вообще интересно, как люди реагируют на то предложение, которое делает Господь. Давайте мы прочитаем Иван Гетояна, первая глава, с 35 по 37 текст. Это история, когда ученики или еще тогда не ученики Андрея и Иоанна увидели Иисуса Христа. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И увидел идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Почему ученики пошли, вот услышали эти слова, вот если отстранено как бы причитать эту ситуацию, вот говорит, вот Агнец Божий. И они вдруг пошли, что было значимым для Андрея, для Иоанна вот в этих словах, что они пошли за ним. Вот Агнец Божий. Слова их учителя Иоанна Крестителя. А что они в этом увидели, что Агнец Божий, я не знаю, сегодня как бы мы отреагировали и сказали, ну вот Агнец, вот ягненок Божий, мы бы пошли. надо понять, что в это время, призывы учеников, мир находился в тупике, во тьме, не было выхода, не было надежды, что дальше делать, как жить, духовная жизнь выхолостилась, и тут появляется Мессия Иисус, в нем они увидели надежду, они увидели путь, они увидели новую жизнь, перспективу, они поверили, что он Сын Божий, что в нем суть и смысл жизни, и они за него ухватились, и пошли за Иисусом, как здесь написано. Павел Иванович, почему тогда мы часто не замечаем ту дверь, которую Христос уже открыл для нас, она уже открыта, что тебе необходимо, тебе нужно пойти? Наступает привыкание, ученики только встретились с Иисусом, первая любовь, но если мы 5 лет, 10, 20, 30, 40 лет живем с Богом, мы привыкаем, мы уже не замечаем двери возможностей, мы не замечаем свои ошибки, грехи, и говорим, да это ошибка, он ошибся, конечно, нам нужна сила Духа Святого, чтобы наши глаза очистились, нам необходима Божья любовь, чтобы нас смирить и опять увидеть эти двери возможностей новой жизни, идти за Иисусом. Евангелист Лука, он как бы повторяет слова, да, которые говорил и пророк Малахи, что произойдет в последнее время, произойдет именно вот это обращение отцов к детям и детей к отцам, давайте мы прочитаем Луки, Евангелие, Луки 1 глава, 17 текст, что произойдет в последнее время, о, такое удивительное пророчество. Мы все дети Божьи, должно ли это изменение коснуться буквально каждого из нас? Когда человек осознает, кто его отец, то его поведение становится соответственным, если он действительно проникся тем, кому он принадлежит. То есть это обращение, оно буквально обращено все-таки к каждому из нас, не только к тем, которые, может быть, сегодня живут по-другому, как нам кажется, вот они еще не знают Бога, мы это уже люди, давно имеющие эту давнюю дружбу, это обращение к каждому человеку, потому что все мы сегодня нуждаемся в этом обращении, потому что если это произойдет в наших семьях, это будет примером для очень и очень многих людей. Я благодарен вам, друзья, за участие в программе, хочу и вас поблагодарить, уважаемые зрители, чтобы вместе с нами открывали эту удивительную книгу, книгу Библии, когда мы говорили о том, что должно произойти в последнее время. Да, действительно, наши семьи нуждаются в обращении наших сердечек, чтобы мы могли восстановить те отношения, которые сегодня разрушены, отношения между родителями и детьми. Как бы хотелось, чтобы в наших семьях был мир, и Бог нас к этому призывает, а Он говорит нам о том, чтобы мы могли совершить истинное настоящее покаяние в своем сердце, остановиться на своем пути, подумать о своей жизни, о своей вере. Если действительно произошел какой-то сбой в вере, нам необходимо устранить эту неисправность для того, чтобы двигаться вперед, жить с Богом. И наши семьи, если мы будем тесно связаны с нашим Господом, действительно, будут примером для очень многих людей. Господь желает, чтобы Дух Святой действительно изменил наше сердце. Давайте будем открыты к этому удивительному влиянию Святого Духа. Мы желаем вам всего хорошего в вашей жизни, благословения Господни, чтобы ваши семьи, друзья, всегда были счастливы. Всего доброго, до свидания. До свидания вам. До свидания.